Всех приветствую на своем канале. Снова с вами я и мой Извечный Бардак. А еще вот такой чудес. Женькина маман, тетя Лида. Очень классная женщина. Дала мне, правда они чуть-чуть помялись, это два, две веточки, или две, в общем, два кустика, не знаю, это у нас бергамот. Как Женька сказала, бегемот. В общем, у меня есть два бегемота, не поверьте, впервые в жизни увидела бегемота. В смысле, бергамот, тут даже еще бутончик. Ну, я так понимала, что, видимо, бергамотом называют все-таки, наверное, два каких-то, какой-то цитронцы, цитрусовое какое-то растение, сколько мне известно. И вот такое чудо. В общем, вот такое чудо, и еще вот такое чудо. Я после записи видео буду его обдирать, укладывать, посушить, и будет несчастье. Столько счастья, сколько в жизни видала. Так, ну еще, вы там, забыла я эти тени достать, они в сумке, думаю, вы меня простите. Но те тени, которые, последние мои поменяшки с Настей Зарецкой, привет тебе, если ты меня смотришь. Ну и ссылка на канал, вот, в кружочке, как обычно, так сказать. Это рекламен канал. В общем, вот, Женька меня покрасила этими тенями. Видео, наверное, не знаю, буду ли я еще снимать. Я понимаю, что я много чего кому обещала. Там еще на английском просят, я сниму как-нибудь на английском. Короче говоря, 12-го числа я поеду в деревню, дней на 5. Не знаю, буду ли я там что-то снимать. Если у меня будет настроение, то я что-нибудь сниму. Я не обещаю, глаза одену обратно, потому что они меня как-то не воспринимают никого без очков. Я помню, что у меня тут это, привет, но привет я сейчас не буду передавать, это просто такая говорилка. Еще будет маленький сюрприз для Дины из Тюмени. Привет тебе, если ты вдруг меня увидишь, это видео. Я помню про твой запрос, но у меня просто сегодня не получилось, когда мы пошли Женькой гулять по лесу, то я была без фотика и, в общем, мы не совсем гуляли там, где были деревянные дома. Но немножко я записала, я решила сделать небольшое, не конкретно большое видео, как я делала про угличном, сшивала, а просто маленькими видюшками, периодически, если буду, то буду записывать. Если тебе хочется, чтобы это было сшито, то напиши мне или в личке ВКонтакте, или тут в комментариях. Но я пока, наверное, после этого выложу просто, там пара, может, 2-3 кусочка, сошью их, там, может, минут на 5, может, минут на 7. У меня был видосик сегодня, когда я шла к Женьке, решила так спонтанно поснимать. Немножко деревянных домов старой части этого города, да, углич, в смысле, тут левый берег, где больше частных домов. Но там вообще на самом деле красиво, если мы однажды Женькой выйдем, у меня будет с собой фотик, по той части погулять, то я, конечно, поснимаю ещё. В общем, обратно я бежала уже с этим кустиком, и меня родня пару раз подзванивала. Вроде как можешь уйти, отдыхать, то есть всё, гулять, но мы тебя будем вызванивать и спрашивать, где ты есть. Такой отдохнёшь, причём меня тут немножко... Наконец-то я сваливаю в деревню, наконец-то я там пособираю трав, наконец-то я отдохну от всех. Интернет у меня будет на телефоне, но интернет я подключаю чисто вот из-за своей команды, потому что как я только в деревне, или, допустим, на львом, так что-то случается, обязательно что-то нужно вот к сегодня, там, ну, был такой небольшой момент. Но он мне, благо, выручил няшный мальчик Никита, вряд ли он будет смотреть этот бред, поэтому вряд ли ему будет привет. Но он сам по себе няшный мальчик, потому что, думаю, он так знает, что он няшный мальчик. В общем, да, я тут сетка при марафите. Я ещё камень сегодня прочитала, у вас такие ухоженные руки, я поняла, мы Женька поняли, что ухоженная в понятии Ютуба, это значит, это накрашенная, куча колец, куча вот этой вот Настин браслетик, это мой серебряный браслетик, это ещё один мой серебряный браслетик, ну, и тут пара ещё колец, да. У меня ухоженные руки, у меня теперь ухоженные глазки, да, я Женька покрасила. Единственное, я привыкла, что на жаре всегда хочется эти глазки протереть, не поверите, как меня колбасила и ломала, ломка такая, не трогай глаза, как же это не потрогать-то глаза, ведь жарко, блин. Мы вообще сегодня хотели покупаться, но, как я пришла к Женьке, вместе с купальником в пакетике, оказалось, пошёл дождь. Ну, потом мы просто погуляли, у меня даже по пальцам видно, неухоженные пальцы, это эти неухоженные пальцы лапали Каринку, которая называется попутно ещё и Ирга. Очень вкусная яхтка, которую, как только она там назревает, мы с Женькой идём, мне казалось, что она всегда в августе назревала, а не в середине лета, и Женька там в телефон уходит, а Лёля к кусту, залипает у куста, пока весь куст не обдерёт, не отойдёт. В общем, что ещё такое сказать-то? Давно я ничего не записывала, такая лентяйка стала. Мне на самом деле действительно как-то лень, я, ну, я чё-то как-то ушла в редакт, не только команда, но ещё там некоторых, извиняюсь, товарищей. Так, чё-чё-чё говорю, говорить-говорить-говорить-говорить-говорить. Я там это вижу, ваши комменты. Все читаю, не на все отвечаю, на которые не отвечаю, ставлю пальчик вверх, если он отпечатывается, но он должен вообще отпечатываться. Я смотрю там баталии, идут по поводу видео, у меня, видать, это самое такое попобольное, да, я не знаю, как это сказать так цивильно. Тут, оказалось, фильтровало базар, и мальчик как-то сленг понимает. Ну, вот я понимаю, что там некоторые вякали, что, ой, типа, твой сленг, у тебя культура такая, то-сё. В общем, видео, я так поняла, вызываю, одно из моих видео, которые у меня на канале, очень сильно вызывающее, бугурт такой, это про детей. Мне так прикалывают некоторые там комментарии, просто угораю. Ну, и там ещё какие-то люди пишут, иногда мне, ну, это уже, конечно, дело, это у меня свободная прощадка, там где-то кто-то с кем-то ругается, и сначала вроде как-то у меня кто-то говорит, что кого-то напрягает, это я удаляла камень, да потом мне пишут, что вы меня удалили, то-сё. Я решила ничего не удалять, пока вот я уеду, я подозреваю, у меня там или половина подписчиков отвалится, потому что Лёна ничего не обновляет канал, да, или напишите столько комментариев, сколько на Тифаретнике было в пору, когда Борис Базыма там хулиганил немножко. Ну, это не посвящённо, вы не поймёте, поэтому лучше вам вашу психику не трогать и не травмировать. Чё бы что-то такое сказать. АСМР, я не знаю, мне сейчас что-то не тянет шептать, хотя вот у меня сейчас удалось время, я бы могла там какой-нибудь такой момент, что и бабушка не кричит, и ещё никто не пришёл, и вроде все ушли или не дошли. И можно что-то по списку сделать, ну, я прискакала буквально за 40 минут, не поверите, с левого берега до механки доскакать за 40 минут. Ребята, которые мне тут писали в комментах, а вы были в Угличе, ребята, я живу в Угличе. У меня, конечно, я понимаю, что не все ходят на страницу ВКонтакте и читают полностью инфу, да, там написано Угличе, я живу в Угличе, но на лето, и вот, правда, в это лето как-то неудачно получается пока, я летом тусю в деревне Моисеевское. И, ну, иногда ещё где-то там, ну, практически почти всю свою жизнь я прожила в Угличе, не считая, что в детстве я часто тусила в Москве с маман, и какое-то время жила ещё в Ярославле, вне учёбы и вообще. Так, чё бы что-то такое сказать. Короче, ребята, если так прикольно, мне там кто-то написал в ВКонтакте, когда это, и вы в Угличе никогда не были, в своей точке, особенно. Ну, я ничего не имею против, но я не думала, что меня кто-то будет смотреть из Углича. Это как-то это, ой-ой, хочется куда-то спрятаться, но он улетит. Ещё люди, которые там пишут, я понимаю, что там троу, конечно, мне дофига пишут, что типа, о-о-о, та-та-та-та-та-та-та-та, сколько... А, ещё, я поняла, что любимый вопрос подписчиков и неподписчиков, и тех, кто просто смотрит моё видео, случайно отнулись, да, сколько тебе лет, ты и в каком-то городе, да? Вот, я не понимаю, вот, если человек не узнает, сколько мне лет, или в каком-то городе, то, наверное, жить пройдёт зря. Всё, жизнь прошла зря, не узнал, в каком городе Лёля, и сколько ей лет. 1999-99-99, миллион. Хотя же они говорят, что мне 16 лет, так что мне 16 лет. Хотите верить, а хотите нет. Так, и, кстати, у меня сейчас на руках вот такой Аленкин лак. Вот, кстати, у неё такая кисточка, на самом деле она такая широкая и прикольная, но мне так неудобно ей красить. Она такая маленькая пуция, но она широкая. Пару раз привёл, и ноготь уже накрасился. А я так поднаторела уже вот этой кисточкой. Ну, у меня тут был уже такой мейкап на ногтях, так сказать, маникюр. Два пальца одним, три пальца другим, Женька мне красила. Вот этот вот. Но он действительно, я думала, что они одинаковые, вроде каются. Но они действительно чуть-чуть отличаются. Вот этот побледнее, вот этого один слой наложил, он уже такой-такой яркий. А этого можно и один слой прикольный, или два слоя. И тоже прикольно. Так, и сегодня мою посылку должна была у нас залезка получить. И я надеюсь, там она сделает обзор. Надеюсь, всё ей понравится. И у меня там ещё... Ну, я правда их, наверное, уже получу, когда приеду. Так, и ещё такой маленький объявлениц. Если вдруг вы ещё смотрите это видео. Я не помню, я говорила, я приветствую вас на своём канале или нет. Скалеротичка хренова. В 16 тоже скалерот бывает. Так, короче, с 21 по 25 я еду в Белоруссию. В самой Белоруссии я буду с 22 по 24. В основном я буду тусить в Минске. Если кто-нибудь из меня смотрящих или подписчиков, ну, в смысле моих подписчиков, из смотрящих меня живёт в Минске и решите со мной сконнектиться, то пишите ВКонтакт или в страничку канала или на мою конкретную страницу. Там, в принципе, сообщения там и там открыты. И пишите, типа, я такая-то, такая-то, смотрю периодически вас, типа, не против с вами встретиться. В общем, если что, то 23 июля у меня свободный день в Минске. Если вдруг решите сконнектиться, то ради бога, я не против пообщаться с новыми людьми. В общем, наверное, вот на этом усилы. Ну, в общем, я не обещаю, конечно, видео до конца, до своего уезда, отправки и так далее. Приезда из деревни тут, когда буду, или, может, ещё, в принципе, ещё завтра, туда полтора дня практически. Если мне ткнёт в голову чем-нибудь, я запишу какой-нибудь обзор, то да. Если нет, то, значит, это будет видео вот такое, сказать. Вот только это видео. И моя бабуся чё-то вякает. Короче говоря, я думаю, надо попрощаться. Если вы досмотрели вот это бла-бла-бла-бла-бла до конца, там лапка 90 просила, много голоса. Вот тут, мне кажется, довольно порядочно моего голоса. То до новых встреч и пока!